Люберчане передали бойцам СВО очередную партию маскировочных сетей. Их сплели члены общественной организации «Дети войны. Память». В музее Великой Отечественной войны, где ветераны вместе со школьниками изготавляют камуфляжные сети, побывали мои коллеги. Змейка готова. И вот на змейку мы сейчас подплетаем вот такие вот травки, чтобы наша техника была сохранной и всё сливалось с природой, с природным естественным фоном. Технику плетения маскировочных сетей члены организации «Дети войны. Память» освоили в прошлом году. В начале апреля несколько изделий уже отправили в зону спецоперации. Теперь передают новую партию. Мы понимаем сегодняшнее время, понимаем востребованность того, что мы делаем, помогаем фронту, плетём сети. И ребята, приезжая и высказываясь, говорят, что одна сеть и её жизнь на боевых позициях всего лишь 2-3 дня. Сети пойдут прямо на передовую позицию. Ими прикрывают и технику, и прикрывают блиндажи. И в этих сетях есть энергетика, энергетика ветеранов Великой Отечественной войны. И мы будем это дело продолжать до полной победы. Среди активистов ветеранской организации – Тамара Осипова. Она часто встречается с подрастающим поколением, рассказывая о пережитых годах войны. Несмотря на возраст, а ей 89 лет, Тамара Никитична готова оказать посильную помощь. Во время Великой Отечественной войны я помогала маме привязывать к ремням антабки. Ремни эти шли для автоматов. В настоящее время я не могла остаться в стороне. Поэтому помогаю делать сети. Чтобы смастерить полотно размером 6 на 3, уходит около недели. Сегодня работа кипит в два раза быстрее. К плетению сетей подключились десятиклассники из 4-го лицея. Спасибо вам огромное, что вы находите время, нашли время, сплели эти две сети. Эти сети мы передаем через Российский союз офицеров на Донецкое направление. Вместе с маскировочными сетями ветераны передали российским бойцам чай, печенье, иконки, обереги, детские письма и открытки ко Дню Победы. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.